Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В разной мере активность и мужчины проявляют внимание. Знакомые норовят флиртоваться, стрелять глазками, прикасаться. Женатые, потому сдержанные. В сети тоже знакомятся пишут о своей любви и куче комплиментов, романтических штучек. Один только честно сказал, что понравилось и хочет просто общаться. Я понимаю, весна. Но я замужем с детьми, внешне стараюсь выглядеть всегда хорошо. Слежу за собой, выгляжу моложе своих лет, мои поклонники потому моложе меня. Но внутри я чувствую себя затюканным. У меня в семье проблемы, вопрос не в том, что их нужно решать, это понятно. Иногда хочется плакать, уже от переживания начинает болеть сердце. Интересно то, что в этот период появилось это мальчиковое внимание. Что за энергетика тогда у меня сейчас? Если в душе полное пистолет и пострадание, знаю, что делать больше беспокоят мои дети и их будущее, социализация, воспитание, обучение и прочее. Иногда хочется выйти от бессилия. А тут эти мужчины со своими чувствами и прочим. Как говорится, кто во что гораст. Что я такого им транслирую? Может быть, им меня жаль? Да, я бы ухватил, если это как отдушина для меня, но боюсь только этим сделать хуже в своей семье. Как с психологической точки зрения можно объяснить, что мне делать. Ну, вы знаете, здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, вы сами отвечаете себе на свой вопрос, говорят, что ухватились бы это для вас как бы отдущим. Ну, коли так, то вот вам и ответ. Если вы стремитесь за что-то ухватиться, то вы посылаете этот посыл, и люди на него откликают. По поводу сети не подскажу, если вы обновляете свои фотографии или где-то публикуете свои тексты какие-то, если вы их пишете. Одно дело, если не публикуете, это другое дело. Но то, что касается знакомства в реальной жизни, я могу сказать, что человек потерянный в той или иной степени, человек, выглядящий беспомощным, человек, в котором, может быть, чувствуется надрывность, чувствуется мольба, чувствуется какой-то крик, этот человек действительно вызывает желание помочь и спасти. Да, может быть, жалость, но я не думаю, что она прямо является с центральной краеугольной темой того, как к вам относятся. Я бы предположил, что мужчинам больше нравится возможность проявить себя с вами именно как мужчин. Мне кажется, что вот это является ключевым моментом. Вы пишете, что у меня в семье проблемы, вопрос не в том, что их нужно решать. Ну, на самом деле, это именно тот самый важный вопрос. Интересно, что вы пишете сейчас не про проблемы в семье и не выбираете себе психолога для работы над ними, а пишете вопрос вообще, касающийся не этого, а другой производной темы. Ну, что это как избегание, мне сказать довольно сложно. Мне кажется, что вы хотите отвлечь сначала. Вот вы пишете, что вас волнуют дети, их социализация, воспитание, обучение. Ну, на самом деле, на самом деле вы мне слишком много значений этому не передаете. Социализация происходит сама собой. Социализация вы учите своего ребенка своим примером, равно как и воспитанием. Кстати, воспитание, если ребенку уже около пяти лет, воспитание уже можно сказать, что и закончилось. Закончилось. Дальше вы можете только направлять и корректировать своего ребенка. Можете, конечно, стараться применять какие-то жесткие вещи, но кардинально в плане воспитания уже вряд ли можно будет что-то изменить. Вот. Обучение. Опять же, в обучении нет никаких сложностей и проблем, если человек знает, чего он хочет, что ему нравится. А это довольно легко достигается, когда родитель делает... Делает... То, что... То, что... Ему нравится. О, так вам вопрос. Знаете ли вы, чего вы хотите? Знаете ли вы свою иерархию ценностей? Вот. Вот это вот, что? На что вам нужно обратить свое внимание? Как мне кажется. А вы вместо этого пытаетесь как-то вот понять других мужчин, других людей. Ну, оно и понятно, конечно. Как я и сказал, вы хотите отвлечься. Вот. Ну, это механизм защиты. Презыкание. Очень распространенная форма. Которая, конечно же, не решает проблем. Вот. Вот как-то так. Как-то так. Вы обратите еще свое внимание на то... На то... Какие это мужчины? Ну, вот какие они? Вообще. Какие мужчины? Наверное, это мужчины одного типа. Я так думаю, это мужчины одного типа. Так вы тоже сможете понять, что вы транслируете. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. До встречи. Пока. Пока. Удачи. Продолжение следует...